Я никогда не пишу сценарий, я не думаю о чем я буду снимать видео, я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами, реальная Алания, жизнь в Турции, видео каждый день, приятного просмотра. Среда, вечерние оба, сейчас 9 часов вечера, и Артемис Принцесса отель перед вами. Двустороны Вайт Голда, сейчас мы с Олегом и Валерией, совершенно прощательно с ними прогулку, к сожалению, завтра они уезжают, блин. Очень подружились, мы вообще не представляем, как я без них буду. Сейчас пройдемся, я думаю, ничего не знаю, откуда я их поведу. Кстати, давно у меня не было ночных прогулок, вечерних, наверное, с прошлого года, возможно. Пройдемся мы, наверное, в сторону теннисных столов, где цветной фонтан, а потом, возможно, и дальше. Посмотрим, как будет у нас настроение, состояние. Сейчас они узнают, во сколько я могу езжать завтра. Потому что завтра трансфер у них и в амолёт. В холодную Рафиевку, Федерацию. Так, я раньше пришел. Хорошо, тут цветной фонтанчик, пока можно им понаслаждаться. Возможно, они узнают за трансфер сейчас. Вот такой вот фонтанчик. Тут прямо возле отеля, у кого окна на эту сторону. Вот и не только море видит, но и вечером еще фонтанчик. Сейчас зовут меня. Так, сейчас их еще вроде бы не видно. Друзья, я напротив White Gold, да, зовут Лиза, да? Да. Лиза, и магазин Лиза, да? Да, магазин. Вот, Лиза говорит по-русски, наш человек, короче, да? Да, из Советского Союза. Да, чуть-чуть и добавляет. И здесь магазин Лиза, причем вещи тут не базарные, а в основном брендовые, да, вещи? Да. Вот, и я на днях приду, вот, и мы с Лизой сделаем обзорчик и покажем весь магазин, да? Все расскажем, покажем, и цены, может, даже тоже. Вот, так что, до встречи, хорошо. Ну, может быть, даже завтра это, да? В общем, днем мысли закрыты, вы просто внутри, да, Настя? Внутри, да. Я понял, а я смотрел, думаю, блин. Нет, просто жара, поэтому... Понял, понял, хорошо, напротив, прям white gold, да, люди, так что кому-то счастливо, ага. И здесь наши, наши звезды. Вы фильм смотрели, место встречи изменить нельзя? Да, смотрели. Мы все тут. Яж, а там так печально, пусто, вообще никого. У нас музыка, ужин прошел. Мы уже все деньги потратили, брендовые вещи не надо. Сейчас уже пошел, наверное, 6, 6, 6. А я пришел где-то в 6, в 6.15 или 6.20. Мы прям, наверное, больше. А я еще стою, думаю, может, на балкон выйдут, выглянуты. Вот тут Чарлуша живет в этом агентстве. Там попугай у них еще есть прикольный. То мяукает, то лавкает, говорящий. Короче, это я говорю, ну, в интере, все, я говорю, надо писать. Сегодня вот ребята побывали на великах аж до Кистеля доехали. Поехали на Димчай. А как Димчай, он-то не купался? Нет, купаться не получилось. Ну, а попробовал воду? Подходили? А, вы сверху только, да? Не понял. Надо было попробовать ледяную воду. Рыбак, вы, собственно, что, с моста видели, что ли? С моста. Ничего себе выдают. Ничего себе. Ничего себе. Так, ладно, тут темно, потом там где-нибудь еще что-нибудь расскажете. Мне отель Фризантем, привет всем, кто в нем отдыхает. Знаю, вас тоже много. Я в основном пляж показываю, а это вот вам такое освещение отеля. Движемся мы. О, сейчас Камал будет. Сейчас я вам еще Камала покажу. Друзья, Камал здесь. Отель Фризантем. Я все никак не дойду до Камала, она прийти, когда меньше машин здесь. Вот буковки Аланя, вот Камал здесь, Камал здесь. И у него тут реально светло, можно к нему прийти, в принципе, даже вечером. И на днях мы с ним интервью заснимем. Я знаю, я и так вам всем советую, вы и так приходите. Но вот на днях мы еще придем, пообщаемся. Здравствуй, дорогой. Привет. Я так понял, тебе, в принципе, можно... А вечером машины когда перестают ездить? Или ты допоздна тут сильно не сидишь? До утром. Да, то есть лучше утром все. Просто по свету вполне можно снимать, даже вот в такое время. По машинам нам надо выбрать. Но я тебе советую всем абсолютно, я думаю, и так пока еще приходят. Никак не дойду, но приду скоро. Поснимаем. Как у тебя, все нормально? Нормально, слава. Все, увидимся, люди. Вы скоро его увидите. Вы его знаете, любите. Помаши всем привет, кто тебя уже... От Магадана до Калифа, Украину, Беларусь включая. Всем привет. Вот. Фонтанчик с апельсинкой недалеко от Камала. Буковки Аланя и фонтанчик с апельсинкой. Я даже не видел, что у него новая подсветка, друзья. Она вот так снизу подсвечет. Ладно, будем еще гулять. Идем мы дальше. Так, мы дошли до White & White. Я уже тоже даже забыл, что он вечером так красиво светится. Напоминаю, что это ресторан, который местные прежде всего очень любят. И там у него свой пляж. И, по-моему, даже что-то типа своих отелей. Короче, сюда можно приехать на день на целый и зависать там. В нем я вам показывал. И с той стороны показывал. Пирс у него есть свой. Пишачий домик, который здесь возле цветного фонтана. Два малыша и мама с папой. Короче, тут всего одна семья обычно живет. Где-то они еще гуляют. Тут пусто. Вот она. Папа или мама. Кто-то. Люди, давно я тут не был ночью, вечером. Какая же красотища. Мои любимые фонтанчики, которые я обожаю с января 2019 года. Смотрите, какая красота. Я тут ночью зависаю. В январе, феврале я тут могу в час ночи, в два ночи. Здесь вот такие вот качельки. Как на пляже Клеопатру. Вот Валерия уже на качельке. Какая же красотища. Обалденно просто. Вот. Мне уже фотоаппарат даже отвык от ночной съемки, от вечерней. Потому что с момента начала пандемии, в принципе, я никуда по ночам и не ходил. Какая красотища. Теннисные столы, короче, вечером. Вот вечером здесь много людей сейчас. Мраба. Здесь, ну не знаю, наших не слышу, по крайней мере. Монарк Сити. Ну, наверное, небольшая емкость у вас видел. Да, да. А тут же, блин. Монарк Сити. Что такое впечатление, что либо никого нет, либо все спят. А, нет, сидят люди, сидят люди. Как-то тихо они сидят, да? И, друзья, моя любовь. Арси Анфи Сити Бич, который в центре Алани. Я все Арси люблю. Второй тоже люблю, который был для меня первым. В этом отеле я прожил месяц. Месяц февраль и чуть-чуть марта. Не вижу парня на ресепшене. Кто там сейчас? Фонтанчик. А тут был красивый дельфин, который куда-то делся. Ты не помнишь, что дельфинчик такой был? Прям фонтанчик. И что-то они его убрали. Фонтаны обожаю. Валерия у нас скачается. На чем это, как это назвать? Обезьяна на лиане. Я тут слова подбираю. А вот жираф. Ой, я жирафа никогда не видел. А увидел, какое же направление. То ли Кения, то ли что-то. Только туризм открыли в ней. Я смотрю, люди в отеле едят в ресторане. Голова засовывается, жирафа, они вас руки кормят. Я так захотел в Кению поехать. А вот то большое, что там может и сова, да? Полетело, да. Сильно большое. Мало освещения, жирафчики. Людей мало. Могу сказать, что в том году сейчас бы был заполнен местными этот ресторан. А так вот машин стоит везде много, но рестораны не все довольно полные. Людей немного гуляет по улице. Рама на первой линии, прямо возле моря находится. Зимой делали реставрацию. Он тут разобранный стоял. Сейчас я смотрю, он выглядит посветлее, получше, чем был в том году. Парковая улица, как я называю, которая ведет на второй линии. На второй линии построили памятник и фонтаны. Сейчас мы туда дойдем, тоже покажу. В том году их не было. Здесь вот можно фоткаться. Можно сесть на лавочке. Вот мама с ребенком сидит. И дальше еще много всего интересного. Мой любимый музыкальный инструмент. Сейчас тоже покажу, кто мои прошлые видео не видел с прошлого года. Это часто был. Такая вот лавочка для фотосессий. Прикольно, да? Вроде как не надо много фантазий, чтобы сделать что-то классное. И вот всегда приятно, всегда тут куча людей. Только я, знаете, что не вижу? Я не вижу, блин, лавочек качельных. Они уже здесь начинались. Из-за коронавируса, что ли, поубирали. Но тут все было в лавочках, качельках. Я год тебя не видел. Или полгода. А, вот одна лавочка. А так в основном вот тут они все были. А я пойду поиграю на своем любимом музыкальном инструменте. Палочки у меня, если бы были палочки. О, можно вот с кровилочками тебя сфоткать. Если бы были у меня барабанные палочки с собой. Нет, тут железные, тут барабанные. Может не пойдут железные. Две этих самых. Такие можно отворить вещи. Как ксилофон, или как они называются, вот эти. Пишем музыку. Металлофон. Как он называется правильно? Металлофон. Классно. То есть любой человек, у которого есть слух, он может стоять и сочинять здесь любую мелодию. Причем оно по нотам даже, вот если взять. Где? Дорами, фасоли, сейдо. То есть по нотам соответствует даже. Спасибо. Класс. Гуляют русскоязычные люди. Тут что красиво цветет. И для кошечек. Водичка стоит, домик классный. Тут местные всегда гуляют. А вот качельки. Подожди, может они просто перенесли их оттуда-сюда? Тут не было, по-моему. Да, место очень красивое. Там сейчас и лавочки подсвечиваются, деревья подсвечиваются. И лафалания будет видно. Шикарное место. Ну смотри, балкон вровень вот с этим. Да. Местные киндеры. Давно не видел таких больших сборищ. Идем мы, короче, вот люди по этой улице. И сейчас вы посмотрите, куда мы выйдем. Там открыли памятник. Построили фонтанчики. Очень красиво будет. Видите, все деревья. Но почему-то сейчас лавочки не светятся. Тут должны тоже и лавочки светиться. Красивое место. Сейчас. Вот видишь, какие шипы на этих деревьях. Я так думаю, специально, чтобы обезьяны не залезли или еще кто-то. Да, острые довольно. И здесь я был сегодня утром. Вчера видео, кто смотрел, я здесь о погоде рассказывал. Приближал вам эти буковки. И вечером, как я и планировал, мы сюда таки попали. Сейчас пройдем туда. Там фонтанчики. Вот этот памятник его поставили. То ли весной, то ли зимой. Вот его не было. Сделали там два фонтанчика еще на той площади. А в ту сторону крепость видно. То есть тут очень интересно гулять. Ахмет Бей в Караман-Ноглу. Жил в... Ого, как давно. 1277. Вот его поставили здесь совсем недавно. Сделали на этой площади фонтанчики. А до этого там было вот это вот большое дерево. И в нем прям был как бы фонтан. И я его показывал как-то. Такое красивое. А я читаю, что открытие памятника было. Думаю, где этот памятник? А потом, когда понял, что это здесь. Он прикольный какой. Как вам прогулка, господа? Вы не устали? Нет. Я как Иван Сусанин, я могу водить, водить, вымотать. И люди со мной до 3 часов ночи гуляют иногда. Это редко бывает, но бывает. Мне до сих пор жарко. Хотя на улице сейчас очень классно. На солнышке сегодня пекло так, что жар от тела идет. Я до сих пор пью-пью и до сих пор мокрой хожу. Вот такое вот красивое здесь делали. И этот симпатичный. А был только фонтанчик в этом дереве. С дерева они. Там интересное такое оно. Широкое-широкое. Видео мои с прошлого года, с прошлой зимы. Можете найти и посмотреть. Фонтанчик был в этом дереве. Прям посредине ствола получается. Настолько интересно было. Сейчас они его засыпали землей. Тут какая-то книга тоже, что-то типа памятника. И фонтанчика тут сейчас нет. Они его замазали, наверное. Получается, была здесь щель и фонтан прямо вокруг него. Настолько интересно было. Замазали его. Ну, дольше проживет, я думаю, раз они его это... Представляю, сколько ему лет. Вот такая вот площадка. А вот лавочки, как должны светиться. Здесь светятся лавочки. Там мясной магазин, я помню, когда-то доходил туда. Все, привал можно сделать. А вон качельки есть. О, а тут их тоже не видел. Качельки здесь тоже есть. Так что люди, выходите гулять. Здесь очень красиво. И днем, ну днем, когда не жарко, а вечером в любое время. Начало 12-го. Скоро полночь. Мы сидим тут, наслаждаемся на качельке. Уезжать хочется? Они в печали, конечно. Уезжать никак не хочется. Мы уже опять идем к фонтанчику. Смотрите, о, людей сколько на теннисных столах. А время, ни хрена себе, а время уже... Сейчас обалдеете люди. Время 0 часов 11 минут. И смотрите, сколько людей на теннисных столах. Фонтанчики уже погасили, наверное, да? А в теннис очень много сейчас людей. Но сейчас так, и дети маленькие. Вот смотрите, сколько маленьких. Вообще маленькие, там по 5 лет. Вот такая она ночная алания. Не удивлюсь, если они туда 2-х часов будут. Малышня вообще класс. Фонтанчики уже погасили. Вы устали? Нет. Вечер в Великоле я плываю. Классная прогулка. В плане уже отдыхают люди на пляжах. Очень много людей здесь сейчас. Очень много голосов там и видно прям. White Gold, господа, время 0.059. Час. Олег с Валерией. Я их сегодня вымотал. Но зато завтра им будет. И потом будут вспоминать. Все. Всем спокойной ночи, друзья. Намонтирую, посмотрим, что у нас тут. Что я тут наснимал сегодня, не знаю даже.